Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Trader Life Simulator. У нас сегодня 14 серия, как говорится, 13 не счастливая, а 14 очень даже счастливое число. И, как я уже говорил в предыдущей серии, я в этой серии также заспаунился с ящиком апельсинов. И что мне с этим делать? Кстати, тогда надо попробовать сесть... А! То есть он даже ему класс никуда не нужен, он просто берет и в руках их оставляет. Не оставляет он их на асфальте, самое главное, вот и все. Поедем, может быть у нас задублировался ящик апельсинов, мы сможем его тоже продавать. А, возможно, и не сможем продавать. Давайте сейчас посмотрим, что к чему и почему, сколько мы сможем заработать. И да, я понимаю, что вы очень хотите тортиков, давайте мы в этой серии заморочимся и купим холодильник для тортов. И сам торт соответственно. Потому что почему бы и нет, если, как говорится, толпа просит, значит интересно, значит мы сейчас этим именно и займемся. Да, смотри, у меня заспаунился еще один ящик апельсинов. Это то бишь можно спокойно брать, перезаходить в игру и будут у тебя бесконечные ящики апельсинов. Вот, 48 долларов у нас имеется, но, блин, обидно то, что у нас минус 50 на счете банковском и соответственно минус 50 будет еще сейчас. И это в сумме минус 100. А если минус 100 долларов на банковском счете, это очень мало. Это очень мало и что мы будем делать с этим? Не знаешь? Не знаешь. Так, сказали, что будет продаваться только в пределах магазина. То есть вот это вот все, что я вон туда наложу, оно продаваться не будет. Вот с нас и списали эти 50 долларов за частные. И как бы тогда толку нет никакого. Вот сюда вот это все дело раскладывать. Я бы с радостью вот аж у Джабер разложил бы, чтобы они там сразу покупали и все. Хотя, наверное, там уже нельзя будет. Вот. Посмотрим, сколько нам за сегодняшний день, насколько нам за сегодняшний день больше будет прибыли, чем в обычном. Обычно примерно 700-800 нет отбеливателя. Ну что ж такое. Уже 52 доллара в плюсе. И это очень хорошо. Хотел в этой серии и вторую кассу забабаться, но получается, что не получается. Давайте мы заморочимся все-таки, да, этими тортами и холодильниками для тортов. Пойдем сбегаем пока, пока там продается. Че, посмотрим, сколько там стоит все это дело. И сориентируемся вообще по цене. Просто я, например, не помню, сколько там все это стоит. Печенье клубничное продалось. Это очень хорошо. Ну что ты делаешь? Ну что ты задыхаешься, мой хороший? Беги скорее. Там обойти нельзя, потому что там невидимая стена. Зачем разработчик невидимую стену сделал, не знаю. Можно было бы просто захреначить гору огромную. Он думал, что это будет выглядеть неестественно, возможно. Но неестественно выглядит именно невидимая стена. Вот. Горло у меня поменьше болит. Это меня радует. Я напился молока с медом. И мне вроде как полегчало. А возможно, просто я отдохнул из-за этого у меня... Ну, из-за того, что долго не разговаривал. Аж целый день. А перестал болеть горло. И сейчас оно снова заболеет. Но мы это узнаем. Че-то я очень долго бегу в этот магазин. Прям неимоверно долго. Но в целом, как бы... Мы сейчас пока приценимся. Я зря, блин, не взял машину. Мы бы уже там были. У меня, конечно, еще есть время и возможность подумать. И вернуться обратно. Но я уже больше половины пути прошел. Я не буду возвращаться обратно за машиной. Ух ты ж, нифига себе. Смотри. 13 долларов. Заработали мы сейчас. Сразу, прям, мгновенно. Просто если... Как его называют? Холодильник стоит не так дорого. А, ну, где-нибудь по тысячу. То мы заморочимся и купим его прям, ну, прям-прям. Еще бы я разработчику посоветовал, конечно, взять и... Прихреначу сюда хотя бы полосочку стамина, чтобы я знал, когда у меня что-то заканчивается. Привет. У тебя так пальцы не распрямляются, да? Бедненький ты мой хорошенький. Ой, какой хороший. Смотри-ка. Вот так вот сделаем и оставим. Что это? 50-дверная рам. Почему я продал тогда? Это холодильник? Не холодильник, это глупость какая-то. Почему я тогда продал ее за 15? Вот, что я хотел спросить. Для надевания продуктов требуется... Ой, нужна вот эта полка. Вот эта полка нужна тоже. Но нам это не нужно. Нужны холодильные... Блин, ничего себе. Ничего себе. Ладно, давай мы купим тогда вот этот. И пятихаточка получается у нас за торт. Или даже больше. Ну, то есть, давай хотя бы 600 брать. 1750 долларов нам необходимо для того, чтобы купить самый простецкий торт, чтобы он не протух. Это грустно одновременно и одновременно в целом-то ничего не значит. То есть, мы как бы в любом случае накопим эти денежки. Телевизор нам в жопу не уперся. Мы можем видеть на них вед масти, наверное. Маленькая кушетка тоже. Нам не нужна большой диван. Да, про русский язык правильно-то написала, что... По-хорошему бы им лучше русским языком заняться, потому что там... Дичь по типу вот этих куки-файлов. И вот-вот, видишь, что это за невидимая стена? Почему я не могу пройти в нее? Ну, что это за глупость? На самом деле-то вот, ну... Блин, можно же просто заняться этим и... Поудалять эту невидимую стену. Потому что мне вот дойти, вот-вот он в магазин. Но, ну, как бы вот он общепит этот. А пройти-то я не могу. Почему? Потому что. Потому что так разработчик придумал. Мне кажется, в обратную сторону я гораздо быстрее дошел. Не кажется тебе? Мне кажется. Давай я сяду удобнее немножечко и... Побежим дальше. Давайте посмотрим, сколько у нас... Прибыль была 313. Нам осталось 1400 всего накопить. Блин, нас сейчас за свет спишут, а когда за свет спишут, нам придется закинуть туда на банковский счет, получается, денег. И, собственно говоря, мы потеряем просто сейчас 250 долларов элементарно просто на ровном месте. И у нас останется 150 на... просто на банальную закупку. Учитывая, что у меня ткань заканчивается от беливателя есть еще немножечко, то порошок стиральный. Порошок стиральный, кстати, был. Нет? Разве нет? Морепродукты в вафли. Че, у меня нет порошка стирального? Блин, это прям попадос какой-то. Мне кажется, я покупал же порошок стиральный в больших количествах. Почему у меня его нет? Мясо продал, мясо продал. А оно у меня, кстати, и закончилось. Так что даже не знаю насчет того, что получится у нас сегодня купить торт-то или нет. Просто если получится, то это будет офигенно. Если получится, то это будет офигенно. И что я хотел еще сказать? Я хотел сказать, что пойдем закинем денег в банк. Я не могу работать, играть с выключенным светом в магазине. Это прямо издевательство. 250 сразу. Давай закинем на карту 150. Чтобы еще 4 дня не париться вообще. То есть, если завтра спишут, то еще 3 дня после этого мы не будем заморачиваться. И нам не нужно будет закидывать деньги. А это очень хорошо. 36 долларов собрали. Очень маленькая прибыль у нас. Поэтому я хотел второго продавца, второго кассира. Но второй кассир это тоже, знаешь, это и деньги тратить на него, и тратить на зарплату, тратить на самого второго кассира. 2500 долларов. И так же получается... Нужно же покупать больше товара. Да, будет больше товара, а воборот. Но и быстрее, конечно же, мы окупим. Поэтому даже не знаю, что лучше-то, торт или все-таки кассир второй. Просто здесь мы получаем только холодильник. Тупо холодильник за тысячу с лишним. И торт. И я, конечно, понимаю, что он хочет увидеть, сколько он приносит. Но... Да мне тоже интересно. Если честно. Чем заняться? Чем заняться? Можно разложить чипсы. Давай разложим чипсы. Чтобы не просиживать время зря просто. Просто разложим чипсы. Как написали, что вам нравится смотреть, как я что-либо раскладываю. Это хорошо. Это хорошо. Я думал просто, что эти моменты нужно по-хорошему-то вырезать. Но если вам нравится, я их вырезать не буду. Смотрите. Главное, чтобы стояло все ровненько. А если будет стоять кривенько, то нужно переставлять. Вот смотри. Вон та вот неровно. Но, в принципе, ладно. Это еще ничего страшного. Ничего страшного. Тут тоже в целом ровно. Наставим чипсов побольше, чтобы долгое время к ним больше не подходить. Ну, потому что зачем к ним подходить, если можно просто наставить, сразу всю коробку выставить и... Не думать даже, что они у тебя могут закончиться. Бананы давай выложим. Подожди, бананы кончились, что ли? Да, бананы кончились, смотри-ка. Ну, давай апельсинов выложим. Здесь два, стало здесь десять. Ну, как мы поняли, что это уже... Ну, как мы уже поняли, это баг, да? У нас с дублированием коробок апельсинов. Кофемашина заработала еще денюжку. Слушай, ну, автоматы, на самом деле, очень здорово приносят прибыль. Сколько вот сейчас на данный момент? Шесть, шесть, шесть уже, смотри. А время только три часа. За сегодня, то есть, можно уже заработать, ну, по моим подсчетам, хотя бы тысячу сто. О, тысячу сто, а за второй день еще тысячу. И если так пойдет, то, блин, мы купим, конечно. Возможно. Возможно, этот холодильник для тортов и сам торт. Поставься. Поставься. И, естественно, будет прохождение Little Nightmare, потому что я хотел в нее давным-давно уже поиграть, но что-то как-то руки все не доходили. А про выживалки я не знаю насчет выживалок. Я Сабнафтику проходил, я проходил Long Dark, я проходил уже... Я, в принципе, все выживалки проходил, потому что выживалки мне нравятся, нравится в них играть, но проходил я их в одиночку. То есть, не знаю, нужно ли записывать видео по ним, потому что, ну, как-то я же уже прошел, что в нем такого неожиданного и интересного будет. То есть, я, конечно, понимаю, что, может быть, кому-то будет интересно. Если кому-то интересно, то напишите обязательно об этом в комментариях, потому что, потому что, потому что, потому что вот важно ваше мнение. И что еще? Что-то я еще хотел сказать. Еще я хотел сказать, наверное, что видео, видео выходит каждый день в час 100%, и вечером, возможно, вечером выходит, а возможно, не выходит. Вечером это ориентировочно 7-8 часов, потому что в час это точно, а вот в 7-8 неизвестно там, как получится. Возможно, даже бывает 3, но 3 это прям очень редко, потому что мало времени, мало все-таки времени на это все. Это уходит много времени на запись, много времени на обработку, много времени на выложить. И получается там такая, знаешь, солидная циферка времени на все это дело. Вот. Ну, а если вы будете смотреть меня, подписываться, естественно, я буду записывать. И как бы мне не жалко, честно. Мне, честно, не жалко. Все ради вас, все ради моих подписчиков, и все. Все в целом. Все, что я хотел сказать. 585 долларов мы имеем, и я бы на них съездил, закупился. Я бы на эти 585 сгонял бы, закупился, прям по самой небалу. Если нам еды хватит еще на какое-то время. Смотри, достаем бумажку. Нет у нас этой, зубной пасты. Зубная паста. Средство для чистки туалетов кончается. Ткань. Что еще тут нужно нам? Нам еще что-то нужно было. Наверняка надо было. Я же ведь забыл просто. Для рук. Для рук нет у меня. Нет, для рук у меня нет. Я не вижу, чтобы было что-то для рук. Нет у меня для рук средства. Для рук. Спрей. Очищающий спрей есть пока что, но я бы его тоже был купить. Давай спрей купим. Очищающий пока не знаю. Шампунь бы тоже бы закупить. Умягчитель бы. И куки файлов, наверное. Куки файлов и умягчитель. Это самая ходовая штука в этой игре. Рис у меня есть. А, клубничного печенья тоже нужно. Что еще тут нам нужно? Бананов купить? Бананы вроде есть. Яблоки тоже вон там лежат, но в маленьких количествах уже. Сколько там осталось? Четыре, шесть, восемь штучек кофейку надо купить. А, кофе может быть я купил? Нет, кофе не купил. Нет, кофе я хрен купил. У меня нету кофе. Кешью можно было бы купить, чтобы... Давай под вопросиком поставим кешью. Кофе обязательно, потому что у нас осталось мало. Если к нам придут, начнут спрашивать. А я скажу, что у меня нет, это будет плохо. Подгузников нет, кстати. Вот что у меня нет. Подгузников. Записал. И получается, что... Ну, все, наверное. Все, наверное. Больше ничего нам не нужно. Шоколадное молоко Ле. Но Ле это... Нет, бургеры и большие эти я пока не буду собирать. 679 долларов, я думаю, нам хватит. Затариться-то. Какие-то люди пишут, что, мол, купи большую машину, она тебе очень сильно поможет. Нет, она мне не поможет. Пока не поправили физику, она мне помочь никак не сможет. И выручить никак не сможет. Понимаешь, здесь в большой машине смысла как такового нет. Если только верить комментариям про баг, который позволяет мне заправлять машину. Вот это да. С помощью этого, конечно, я бы... Ну, для этого я бы купил машину. Но, опять же, машина стоит двушку, а заправка стоит 200. И как бы не очень рационально мне тратить это на 10 заправок, блин. А машина, по сути, не используется так же, как она могла бы использоваться с правильной физикой. Вот. Давай, зубную пасту. Зубную пасту. Она стоит 17 долларов всего-навсего. И как бы это не такая большая трата для нас. Сейчас мы же богаты уже. Мы же почти миллионеры. Ткань. Вот ткань, конечно, дорогая здесь. Капец. 180 долларов. Это... Кто ж такие ткани-то делает? Ткань для туалета. Чё для туалета? Что это? А, это средство для туалета. Ой, дорогой. Какое? Средство для чистки туалета. Для рук. Потом стиральный порошок. То есть химии прям... А я, кстати, стиральный порошок-то молодец не написал. Хорошо вспомнил. Хорошо вспомнил. Вот, блин, мог бы и забыть. Спрей. Денег-то остаётся хрен да ни хрена. Получается, что ещё нам нужно? Подгузники. Подгузники тоже нам нужны, да? Текс. Клубничные печенья. Чё-то всё такое дорогое. Мне кажется, подорожало всё. Хотя я прекрасно помню, что это всё так же и стоило. Но чё-то мне кажется, что я стал затариваться гораздо более дорогими продуктами, чем раньше. Так, клубничные печенья, спрей. Кофе осталось купить. И посмотрим, сколько денег остаётся. Семьдесят девять на кеши мне хватит? Хватит. Отлично. Ой, 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 ой. Так, целый список мы с вами оформили. Бумажку откладываем. Бумажечку откладываем. Водички пьём. И продолжаем раскладывать товар по машине. То есть, мне кажется, я уже 150 раз объяснял нецелесообразность покупки этого автомобиля огромного, который стоит аж 2500 долларов. Вместо этой машины можно купить себе второго кассира. А второй кассир, он хоть какую-то прибыль будет приносить, а не просто сожрёт мои 2500 долларов и, как это сказать, никакой пользы не принесёт. Потому что я с таким же успехом могу просто вот так накладывать. Да, конечно, бывают иногда инциденты, которые приводят к потерям товара там, среди дороги или ещё чего-то такое. Но я же могу так довести правильно. Я же не дурак, я уже больше не буду раскладывать товары в 3 высоту. Хотя здесь, мне кажется, нет какого-то смысла в высоте именно в 3-4. Здесь просто дело было в том, что высота, скорее всего, вот за пределами мира, так скажем. Кто-то сказал, что какую-то лестницу нужно сделать на крыше. На крышу лестницу сделать. Как я её должен сделать, я не понимаю. Напиши, если ты смотришь, что именно ты имел в виду под этими словами. Такс, 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 такс. Чё там ещё нет у меня? Всё есть. Кукурузные хлопушки покупают мужики какие-то. Угу. Хм, ночь уже наступила. Ночь наступила. И самое время раскладывать товар. 68 голда, и мы сейчас потратим много денег на элементарную еду. Просто на еду потратим. Но, не сразу, потому что сразу я не хочу ничего тратить. К утру потратим, чтобы хватило на дольше. Немножечко потерпите урчание, когда оно начнётся. И, ну, ничего, я думаю, не случится. А вот денежки надо сэкономить. Денежки нужно экономить, чтобы они были у тебя. Чтобы они у тебя присутствовали. Мытьё рук. Чё-то одну химию мы накупили, по-моему, да? Что это было? Стиральный порошок. Зубная паста. Чё съедобного-то купил? Кешью только. А, и клубничного печенья. О, классно-то. Ладно, давай поставим клубничный печень, как у нас стояло оно. Красивенько. Вот так вот. Угу. Ну, что такое? Ну, почему? Немножечко кривовато, но ничего страшного. Прям, ну, не так страшно, как могло бы быть. Ой, а вот это могло бы быть и получше бы, да. Давай поставим руку. Ты куда свет-то погасил? Я же не уходил ещё никуда. Как-то некрасиво получилось. Чё у меня темнеет? Чё у меня света нет в моём магазине? Я же оплатил свет. Я плачу исправно за свет. Ну, что такое? Ну, поставься ты. Ну-ка. Красота. Почти даже ровно. Положим сюда сейчас кофеёчек. Ну-ка, 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 вон туда. Угу. 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 Ой, как много кофе мы накупили, что прям даже раскладывать очень долго. очень долго раскладывается все это мне кажется я отвык за день от игры и у меня получается все хуже и хуже текст давай поставим вот сюда поставим вот сюда и поставим вот сюда а вот это пойдем и отнесем у их тут нас тут дверь не закрывает некрасиво и поставим вот сюда чтобы было видно вареница 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 варенье подгузники 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 куда вон туда авто сейф прошло время 0 0 0 хочу заметить давай мы ой я даже падать буду нифига себе здесь какая физик тумны я даже упаду если уберу из-под себя коробку странно что коробки не падают при такой же манипуляции как-то не очень породуманно конечно но ничего страшного я считаю что если игрой будут заниматься то она возможно будет хороший возможно будет хороший такая какая она сейчас она вполне играбельная но чего написано плать плач ребенок не способовал diapers вот я хотел сказать то что какая игрушка сейчас она играбельная но она не такая уж хорошая как как какая бы могла быть потому что потому что в ней многого нет куча всего не доработана то есть есть возможность взять кредит но нет возможности нормально взять кредит то есть тысячу долларов взять можно хоть самого начала игры почему сейчас при прибыли в ну в тысячу даже долларов в день я не могу взять кредит там ну пусть даже три тысячи долларов то есть и платить 30 долларов почему в чем проблема то что разработчик не додумался сделать систему кредитную вот этот вот которая которая была бы правильная справедливая или там не знаю ну хотя бы чуть-чуть похожую кредитную систему то есть тут же ведь не кредит даже получается какой-то микрозайм который можно отдать даже это же получается даже рассрочка не кредит может ты отдаешь столько же сколько ты взял тебя просто делится на количество дней и ты не паришься просто берешь эту тысячу и отдаешь потом если я знала в самом начале игры что так можно сделать я бы сейчас 5 секундчик я бы взял в самом начале кредит закупился бы по-нормальному потому что если смотри смотришь с первой серии тот и видел да как я это все делал муторно долго и и все это так было некрасиво все это было и сейчас я вон уже разросся магазин целый обставил можно сказать даже ни одной мебелины нет кроме холодильника и полки который дается в самом начале но и стол кстати тот же самый их самом начале данный вот так вот да спасибо вот спасибо хорошо положите на комод ноутбук оплатить электричество грустно что так без предупреждения вот обидно еще что нельзя на счет с электричеством кидать деньги это крайне грустно это крайне обидно так ранее как-то несправедливо что ли получается потому что я хочу вот например заплатить заранее за свет почему нельзя почему я не могу все открыть счета там заплатить за свет нет ты должен дождаться пока тебе его отключат а потом уже платить как-то глупо на самом деле при малейшем даже желании но разработчика можно было бы это уже давным-давно все исправить я бы на его месте исправлял бы не маленькие баги а добавлял много нового пусть баги будут даже багов здесь как таковых и не было даже в самый ну как первые бы я в первую в самой не играла вот которую я играл в первой серии не было там багов как таковы а и все которые были они остались и по день так что чем там исправляет этот разработчик я понимаю может там очень юшка как я понимаю да и как сказать занимается ей там один человек но за такие деньги которые она стоит можно как-нибудь немножечко побыстрее все это организовывать то есть даже тот же самый рафт хотя знаешь рафт рафт блин вы кстати просите его пройти до рафт я тоже проходил около полугода наверное назад не не знаю стоит ли его проходить то есть опять же он он не проходится до конца он проходится там до какого-то определенного момента потому что разработчик опять же не доделал сюжетную линию и оставил нас вот тем что вот есть там как бы все сделано можно сказать и можно что то ну можно играть до бесконечности но там нет никакого интереса играть до бесконечности потому что это быстро все надоедает но если хотите чтобы я поиграл в рафт конечно я могу его пройти еще раз возможно там разработчик что-то допилил возможно что-то он там добавил и посмотрим заодно как бы я только за я мне мне нравится эта игра что такое время 3 часа утра мы почти что закончили раскладывать товар нам же нужно помыться подмыться в туалет сходить и и и и и и и и открывать магазин нам сейчас не нужно будет ввиду того что мы не пойдем спать мы посидим в магазине ну что такое вот думаю хватит пока на первое время такого количества продукции и стиральных порошков давай наставим чтобы были вот сюда ну ёшкин кот такс ставь все ровненько ну хоть молодец путь молодец путь молодец молодец ну что такое ну ладно так и быть криво блин криво ну что ж такое то что же за жизнь ровненько и вот этот пусть будет так ну более-менее плюс минус там прикинуть если посмотреть то ровно погнали мы значит я богатый оказывается 321 доллар целый нет мы не будем сейчас есть мы и сейчас не будем потому что наш почему тоже мы едем сейчас домой мыться спать ой спать это мыться бриться умываться в туалет и возвращаемся на работу пока наш сотрудник доблестный будет трудиться зарабатывать нам денежку мы помоемся сходим в туалет и вернемся там на самом деле корова нарисован да ничего себе а я думал что это реально это как ее собака а почему она плачет святая корова плачет шоколадное молоко что-то прям какое-то стебное название как какая-то картинка такая знаешь не добрая совсем санглаз из 35 ничего себе ты туда вот эту прибыль сразу прям вообще вот прям сходу прям взяли и это денег в ухт ни хрена себе денег навалили сразу в вагон вагон валят денег прям ух блин да кстати надо пойти поесть и ну 60 долларов конечно жалко тратить на елки-палки что же сделать то зато мы сможем бегать зато мы сможем бегать прыгать или улюкать там чем мы сможем еще делать риса не а рис есть рис есть и меня не обманывай рис есть я не побоюсь им воспользоваться я могу его выложить а я не трогаем короче вот эти вот продукты которые стоят на коробках коробку можно взять продукты нельзя брать потому что знаешь почему потому что мы потом по ним будем ориентироваться куда выкладывать продукты которые мы закупили вот да кукурузка кончилась кукурузка кончилась надо ее взять нужно ее взять положить еще же люди кукурузу не будут покупать что ли будут конечно покупать а если будут значит нужно выложить на тап на это на кассу поставить чтобы они убрали покупали приносили прибыль соус купили но соус у меня коробки нет поэтому уж увольте я не могу его выставить больше даже если он у вас закончится морепродукты вафли вафли кстати посмотрим пойдем что у нас есть там вафли 5 штучек а тут сколько тут три штучки морепродукты тоже пока есть молоко что тут еще было не было не было не было не было так и рис мы здесь оставляем чипсы рэ чипсы так кола яйца чай чай кстати у меня чая отсутствует ты смотри-ка чай это больше нет чай это больше нет ты представляешь прям взяли и разобрали его а я даже не обратил внимание это получается нужно пойти да разложить нужно же взять разложить чтобы его люди покупали чайок-то чайок-то пусть люди покупают кстати кто еще не заметил тут два килограмма чая два килограмма чай кто-то кто покупает себе два килограмма чая сразу два килограмма свежий herbal drink это очень много два килограмма чая это куча просто чая но видать кто-то очень его любит поэтому покупает не в наших правах людей осуждать за такие поступки пойдем значит соберем прибыль уходи дядьку ходить деньги давай уходи 500 долларов у нас почти что есть блин ну конечно дорого все это стоит 1150 тупо мы сейчас отдадим за холодильник это прям меня прям грустно от этой цифры становится не представляешь как можно же будет за две с половиной просто кассира нанять и быстрее купить как его называют быстрее купить просто все это все это гораздо быстрее купить мы уже купили если был во второй кассир а так как кассир всего один он вон не справляется потоком покупателей куча просто и соответственно блин нужно что-то делать нужно что-то как-то расширять производство надо расширять возможности кстати для кого там зеркало висит если я вот ростом ниже чем это все 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 и получается я даже посмотреть в зеркало не могу могу только глазами на вот эту вот хреновину наткнуться я бы синие очечки взял можно пожалуйста дяденька покупай покупай молодец молодец тарарарап а в кукурузный хлопьев кончаются и как быть и как быть кукурузный хлопьев то у меня здесь нет кукурузный хлопьев не это сад соответственно это значит что это значит что нам нужно за ними ехать блин то что у меня заканчивается уже скоро этот как ее с вами машину скоро чинить надо будет это вот уже звучит как-то прям грустно короче бизнес идея накапливаем 1500 берем с суду покупаем второго продавца все решено за тебя а в следующей уже серии мы займемся обязательно и купим торты торты купим и целую кучу тортов чем все приехали мы приехали за вот этим вот за кукурузными хлопьями потому что кукурузные хлопья нужны кукурузные хлопья нужны потом нужны наверное наверное что нам еще нужно да в принципе то ничего не нужно сколько стоит начинает говорить пробовать хлеб дмитрий но дмитрий да и купит хлеб конечно мне кажется нужен специальный холодильник нет этот подставка хлебница чтобы там ну типа лежал этот хлеб а то он испортится но мы заодно это и проверим 50 долларов не такие большие деньги как уже сказали многие люди собственно говоря поэтому хлебных палочек давай затарим почему нет что в пустую не гонять просто будто нас хлебные палочки мука а почему нет и будет у нас тогда еще соус потому что соуса у нас тоже вот очень много его разбирают соус очень хорошо разбирают он закан кончается просто в тока в путь йогурты йогурты тоже кончаются по моему нет или покупали уже йогурты в прошлой серии блин но придется еще еще раз ехать просто 180 долларов тратить сразу не хочется тем более такую ерунду на одну позицию так сколько торт каждый торт 590 590 представить сколько денег стоит торт торт 590 долларов где же ты видел за 600 600 на 40 тысяч стоит торт это что за торт такой блин охренеть реализм конечно в этой игре зашкаливает просто свободный бургер мы не будем покупать свободный бургер мы посмотрим на шоколад у нас есть яйца тоже вроде есть макарушек тоже много было ореховый шоколад блин сразу все купил бы но нахрен мне не нужен давать сахар соли у нас не было никогда в жизни поэтому давай купим соль все таки продуктовый магазин как-никак наставим сейчас наших продуктов все которые купили чтобы покупатель знал что они у нас есть чтобы покупатель у нас их покупал чтобы покупатель у нас не просто так ходил блин багет давай багет поставим положим вот сюда 1 хотя бы 1 пусть лежит пусть лежит чтобы не протух просто вот пусть лежит если его 1 купят то будет хорошо не купят но и ладно баклажан продал зато вот это здорово мука мука точно не протухнет поэтому положим его вот сюда мука чтобы протухла надо постараться конечно мы будем стараться изо всех сил но апельсин я буду ждать когда я продам багет Ну или когда он испортится Я просто, по моим предположениям Что, блин, вендинг машина 20 долларов принесла Она может 25 приносить У нее плавающий доход Вот Собственно говоря, вот Муку мы раскладываем Чтобы она у нас здесь вот Стояла, чтобы у нас люди ее покупали Багет так никто и не продал Отходил я немножечко Чуть-чуть прям совсем Товары у нас есть Я думаю полторы тысячи-то мы наберем И возьмем Суду Соль, соль рядом с сахаром И собачьим кормом наставим Вот сюда, чтобы оно здесь стояло Когда будут полки нормальные, тогда будем расставлять красиво Пока пусть стоит все на полу Что, у нас еще есть хлебные палочки Хлебные палочки-то Куда положить хлебные палочки? Давай вот здесь вот Пусть стоят вот здесь Соусы вон туда А кукурузные хлопья Они вот тут вот должны стоять Вот так наставим их Нет мяса Но я знаю, что нет мяса Оно же дорогое Мне на мясо денег нет Точнее, как бы есть Но тратить на мясо деньги я не хочу Да, оно конечно приносит по 60 долларов Но, блин Спасибо Спасибо нет Хлебные палочки Блин, они такие маленькие Давай, может, куда-нибудь вот сюда вот наложим Да, давай, наверное, вот сюда вот прям напихаем Умягчитель продали за 12 долларов Вот так счастье Ой Ты что прыгаешь-то? Я же тебя не нажимал Что такое? Извини Извини за звуки Так Ну Блин, такие маленькие товары Еще сложнее ровно расставлять Вот так вот будем делать Нет, мы так вообще не будем делать Потому что, мне кажется, у меня кукушку поедет Сейчас так делать Уже неровно Все, блин Расстройство Поставил же, ну Сколько там этих хлебных палочек? Соль продал Смотри-ка Ничего себе Никому не нужна была И вот Купили Никто же раньше не просил Какой-то другой я наставил Эти хлебные палочки Но Почти ровно Куки файлы Эспрессо машин 1135 Я думаю Да В следующий день Мы вообще накопим Эти 1500 Вообще Прям Прям вообще Спокойно А возможно и нет Хотя Осталось-то Чуть-чуть Чуть-чуть Хотя мне нужно Наверное 1600 Блин А еще нужно будет Разоряться на зарплату Но Ладно Разберемся с зарплатой Зарплата Это ничего страшного Зарплату можно и не платить Как бы Так Горох Горох А, это оливки А горох Тогда что? Горох у нас нет что ли? Должен быть Вот тут Ага Вот он Блин Деньги Чеку Чеку И рекут Просто Вообще Это Прям Где ж Такую прибыль Видели? Ну Кладись ты Ну Что ж ты Делаешь Давай все Разложим Чего ж тут Стесняться Правильно? Правильно Остается Накопить всего 400 долларов Чтобы не в нули Покупать Второго кассира И Будет Вообще Все отлично Товаров у нас в целом Там много Можно куки файловы Купить Вот этих вот И Купить бы Знаешь что Купить можно было бы Маслица Купить бы Можно было бы Было бы Что-нибудь еще Купить бы Можно было бы Но Ладно Ладно Купим Купим с вторым кассиром Когда второй кассир будет Мы все накупим Всего накупим Отбеливатели Кончаются Какого умягчителя нет Что ты такое говоришь Был только что Может быть там лежит Хер он там лежит Конечно нет Кто же его купил Багет Багет Кто-нибудь купил Купил или не купил Нет Может его никто Никто не покупает Если он стоит Просто На столе лежит Кстати у нас там Отключенный Отключенная бургерная Хренота Вот это И как она работает На воздухе Видимо Или на солнечных батарейках Что я хотел Что-то я хотел Кешью Бобы Что я хотел сделать Я хотел 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 Не поверишь Что хотел Забыл Что хотел Забыл Да что такое Что тут за волос Полтается Кошак везде Разбрасывает Свои волосы Все нашел И теперь У меня весь микрофон В волосах Хотя он сюда не заходит В принципе Потому что я его сюда Не пускаю И он все равно заходит Он сюда заходит Старается сюда Пробраться И Обсирается Видимо ночью Об мой микрофон Непорядок Маслица Блин Вот маслица Да Вот маслица Купить бы Вот Было бы вообще отлично И Тем более С учетом того Что осталось 3 банки Всего 3 банки Осталось Но и осталось накопить Опять же Всего ничего До 2,5 тысяч Это вообще Мало осталось Мало-мало осталось Время почти 10 Блин 283 доллара 283 доллара Это так мало Ты видел? Вот это просто был сейчас Грабеж 13 долларов своровали А он здесь числится? 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 Или не числится? Или другое? Да что такое-то? Да подожди Это что-то такое-то Ну Хватит тут висеть Да это прям издевательство Какое-то Это кот Это все кот Это заговор кота Против меня Он Решил просто Обмотать мой микрофон Волосами Своими Своими волосами Обматывает микрофон И Радуется Сидит Он за дверью Небось И Я обмотал его Микрофон волосами И он теперь Злится Говорит Он мне Вот Что я хотел еще сказать Я не знаю даже Сейчас купим второго кассира Посмотрим как он работает И закончим Таки вот Продажи пошли Осталось все ничего И мы пойдем сейчас брать ссуду Ссуду мы пойдем брать Сотню сразу прибавляю К тысяч Пятисот К пятистам И Нет арбуза Ну что ж ты за человек такой Тысячу шестьсот нам нужно заработать Чтобы оплатить зарплату Первому кассиру Для начала Кстати да наверное В восемь часов Вообще не нужно покупать кассира Потому что он заберет сразу Вторую зарплату Наймем его в десять А мы не сможем восемь нанять Потому что у нас денег нет Меня упасло сейчас Отсутствие денег От Необдуманной покупки Преждевременной У нас осталось Немножечко вафлей Вафель Как правильно говорится И Давайте мы их Да классно ты конечно поставил вафли Тут хрен поспоришь Ну что такое Так они все вон в ту сторону повернуты Значит мы их Поставим именно в ту сторону Ну ладно пусть стоят Ничего страшного Еще какие то проблемы Может купить еще что нибудь Сорок три доллара До дорола Дорола Очень мало денег Уже нет моющего средства Моющего средства нет Что ж такое то А какое моющее средство тебе нужно У меня его и не было никогда в жизни О порошок купили За двенадцать долларов Крайне мало Блин Крайне мало Нам нужно еще двести тридцать Двести тридцать Это еще целый день торговать Ужас как долго Взять сейчас суду Или подумать Смотри Если взять суду Тысячу долларов До доролов То Она нам даст У нас будет Две триста семьдесят А нам нужно будет еще Тысячу Той тысячу Сто тридцать долларов Нет пока подождем Хотя бы до тысячи пятисот Я не помню На кошелек она сразу сбрасывается Или нет Если на кошелек То вообще тогда отлично Покупай давай Покупай Всего восемьдесят семь Смотри обратный отчет уже пошел Просто пошел обратный отчет До покупки второго кассира Второй кассир сейчас уже будет Кстати да Нам нужны чипсы По моему если я не ошибаюсь Там чипсы кончились И нам бы по хорошему Их расставить Странно что еще никто не пожаловался На отсутствие чипсов Йогурт Смотри Коже Эти прям вообще Почти все уже Все Прям уже Прям почти купили Почти купили второго кассира Вообще почти купили Смотри Сколько остается получается Тысяча пятьсот Это у нас двадцать семь долларов Долларов Двадцать семь Давайте покупайте у меня Все что есть Все самое дорогое Они специально Они знают К чему я иду Пойдем Возьмем тогда Суду сразу Осталось два доллара Три Или два Три Подожди Два О Все Взять ссуду Выполнено Пусть будут списывать С нас по пятьдесят Долларов в день Еще Но у нас будет второй кассир И Так сказать Повышенный оборот Давай давай Бери Все У нас теперь два балла Трудится в магазине И Приносят Огромнейшую прибыль Ну почти Пока что еще нет конечно Но Уже в скором времени Начнут Возможно А возможно и не начнут Возможно Это второй будет просто стоять И учиться еще неделю Целую этого Первого Как Обслужить покупателя Но нет Смотри Уже Даже сделал первую Продажу Как бы вас так вот Поставить Чтобы вы Стояли бы Вот так вот Чтобы я вас Прям Оп Наверное вот так И вот так Вот так Вообще отлично будет Правильно? Правильно Ладно Давайте на этом Закончим Мы купили второго Кассира В следующей серии Купим Обязательно Холодильник Для Мороженого Ой Мороженого Тортов И торты Сами соответственно Всем пока Всем спасибо за просмотр Пока уже сказал Всем спасибо за просмотр Ставь лайк Подписывайся на канал Делись видео с друзьями Комментируй И до встречи в новых серии Пока